Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Сегодня, поскольку понедельник, в 16.00 по московскому времени пройдет традиционный вебинар, который мы совмещаем еще с стримом через звуковой чат, голосовой чат на нашем телеграм-канале о маркетсе. Ссылку, кстати, на него вы можете найти в описании к этому ролику. Обязательно подписывайтесь. Там очень много контента аналитического, который мы публикуем в рамках торговой сессии по самым важным, актуальным событиям, которые можно использовать, чтобы на них заработать. Поэтому точно будете в курсе всего самого интересного новостного фона, каким бы инструментом вы не интересовались. И некоторое время назад, те, кто уже подписан на канал, наверняка знаете, у нас появилась традиция в понедельник, перед тем, как мы, собственно, запускаем стрим в прямом эфире, мы делаем предварительный опрос того, какая тема вам может быть интересно. Сегодняшний день не исключение. До начала эфира мы обязательно проведем этот опрос, сможете проголосовать. И, соответственно, та тема, которая наберет наибольшее количество голосов, будет сегодня детально освещаться. Но что-то подсказывает мне, что сегодня будет крайне уместно поговорить о том, что происходит с долларом в свете последних макроэкономических данных. Сначала частные оценки EDP, потом уже Non-Farm Perils, которые вышли в пятницу. И сегодня мы точно затронем эту тему. Давайте тогда к финансовым рынкам. Поскольку все самое основное будет на сегодняшнем вебинаре, я не буду вас долго сегодня задерживать. Обращаю внимание, что официальные данные, которые вышли по Non-Farm Perils, в пятницу показали, что апрельский отсчет, как вы помните, он был крайне слабым, он не был случайностью. Действительно, в этом секторе американской экономики есть объективные проблемы. И даже после последнего Non-Farm Perils мы точно можем сказать, потому что это просто обычная математика, что без работы в США 7,6 миллионов человек. Это астрономическая цифра, которая явно указывает на то, что этот сектор не выбирается из тех проблем, с которыми столкнулся в условиях ковида так быстро, как хотелось бы. И когда предварительно, в четверг, обычно отчеты ДП мы разбираем в среду, но в четверг, как вы помните, из-за дня памяти в понедельник в Штатах публикация релизов поехала на сутки вперед, и в четверг мы разбирали ДП. Тот отчет как раз был крайне позитивным, и в четверг все снова заговорили о том, что ФРС точно дрогнет и откажется от стимулирующей монетарной политики, начнет сворачивать программу количественного смягчения и повышать процентные ставки. Я помню, в комментариях видел очень много ваших друзей-постов и, в принципе, давал много комментариев в СМИ касательно темы потенциального изменения денежно-кредитной политики в США. Кто-то нашел информацию о том, что ФРС отказался от покупки корпоративных облигаций, более того, начал их теперь продавать. И фактически меня пытались упрекнуть в том, что такая позиция американского регулятора это и есть доказательство того, что ФРС начинает выходить из крайне стимулирующей монетарной политики. Но, друзья, с чего вы взяли? Не забывайте, что корпоративные облигации это совершенно другой сегмент финансовых активов. ФРС всегда был завязан на покупке только лишь казначейских и ипотечных бумаг, куда идет вся львиная доля ликвидности. Для сравнения, корпоративные бумаги за все время, пандемичное время, портфель корпоративных облигаций не превысил и 15 миллиардов долларов. Если вы забыли, напоминаю, что в рамках каждого месяца американский регулятор тратит на покупку казначейских и ипотечных облигаций 120 миллиардов. То есть фактически ровно столько, сколько было потрачено на корпоративные облигации за последние полтора года ФРС тратит столько на казначейские и ипотечные облигации каждые 2-3 дня. Это не оговорка, друзья. Поэтому не стоит воспринимать сигнал желания американского регулятора продать корпоративные облигации как начало отказа от стимулирующей монетарной политики. Этого еще не произошло. Очень скоро состоится долгожданное заседание американского регулятора за пресс-конференцией Джерома Павла. Вот там мы послушаем. И я много раз уже говорил, друзья, я не собираюсь всю жизнь ставить на снижение курса доллара. Я ориентируюсь на долгосрочные тренды. И ранее я вам уже говорил, что скорее всего я допускаю, что мой подход к продаже доллара сменится с желанием купить американскую валюту после встречи банкиров в Джексон Холле в августе. Потому что я допускаю, что к августу мы точно уже разберемся с тем, стоит ли говорить о прогрессе на американском рынке труда. И стоит ли говорить о том, что эта тенденция улучшения, например, макроэкономической конъюнктуры в Штатах может продолжиться и дальше. Но пока что я смело ставлю на снижение курса американского доллара. Я вижу, что происходит с рынком труда. 559 тысяч новых рабочих мест. Друзья, это пятничный нон-фарм перлс. Пожалуйста, расставьте точки над «и». Это статистика в два раза хуже практически, чем отчеты ДП. Это реальные цифры, которые указывают на то, что ФРС даже и не подумает о том, чтобы отказаться от стимулирующей политики. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на то, что происходит с доходностью американских трежер, если это вообще индикатор действий регулятора. 1,57%. Если это вам ни о чем не говорит, при такой доходности американского рынка долга индекс доллара вообще не может расти. И сейчас 90.09, дежавю, как я вам ранее уже комментировал после ДП, точно то же самое у нас было после выхода данных по инфляции 3 недели назад. Потом доллар, сначала он вырос, а потом резко упал. Сейчас такой экспресс-курс того, что произошло. На то, чтобы американская валюта обвалилась, уровни, которые мы видели до выхода данных по инфляции, понадобилось не 3 недели, а фактически 1 день. И дальше я считаю, что американская валюта будет неуклонно снижаться. Золото 1866, я 1886, прошу прощения. По-прежнему вне сделок, жду, когда все-таки позиционирование на рынке изменится. И большая часть трейдеров снова поставит на снижение этого инструмента. Пока что практически 50 на 50. Я думаю, что этот разворот снова произойдет вот уже в ближайшие дни. И как только это случится, я снова открою длинные позиции, вам об этом непременно расскажу. Нефть 7157, причем факторы, которые будут поддерживать котировки нефти дальше. Выбирайте сами. Запас, который снижается, спрос, который растет. Причем мы видим индикаторы повышенного на спроса через показатели трафика автомобильного и активности авиаперелетов в США. Спрос сейчас находится уже на уровне, который мы видели летом 2019 года. То есть еще месяц-другой. И вообще показатели рекордного спроса будут побиты. Организация экономического сотрудничества и развития ранее опубликовала прогноз. Как вы помните, мировой экономики, в принципе, прогнозируют серьезный рост за счет того, что отступает ковид. Сезон ураганов, который начался с 1 июня. К этой теме мы будем возвращаться все больше и больше. И фактически через какое-то время этот форс-мажор природный. Он станет самой обсуждаемой темой, как это было год назад, несколько лет назад. История повторяется. Ну и, конечно же, сделка США и Ирана, которая откладывается фактически до тех пор, пока не завершатся выборы в Иране. Это, в лучшем случае, конец июля-август. До этих пор мы можем не опасаться за дополнительное рост предложения со стороны Ирана. Но, друзья, даже при таком фоне я все-таки жду более интересной коррекции. Например, в район 70 или даже чуть пониже. А тут уже буду выкупать. Пока что вне сделок. Евро против доллара 1,2168. На этой неделе заседание Европейского Центрального Банка. Скорее всего, меры стимулирования будут сохранены. И это традиционно оказывает поддержку главному валютному риску. Ну и самое главное сейчас, индекс доллара снова снижается. Поэтому евро, в принципе, уже восстановился до уровней, до выхода данных по EDP в четверг. Дальше ждем пробоя сопротивления 1,22 и движение выше. Фунт против доллара 1,4145. Строительный сектор, производственный сектор, сфера услуга. Все фактически на рекордных максимумах. Есть риск, связанный со штаммом индийским Дельта. Но вроде бы как коллективный иммунитет, который удалось выработать, сформировать его в Англии, пока что работает. И дай бог, чтобы работал. 21 июня снятие окончательно карантинных ограничений. И я здесь в связи с этим, друзья, думаю, что планы не изменятся. Бориса Джонсона. Ограничения будут сняты, поэтому сделка в лонг остается в приоритете. Доллар канадец 1,2080, цель 1,20. Впереди, в среду, заседание Банка Канады. Я думаю, что канадские регуляторы в этот раз снова сделают еще один маленький шаг в сторону окончательного выхода из программы количественного смягчения. Ранее программа количественного смягчения была свернута с 4 до 3 миллиардов канадских долларов в неделю. Сейчас, возможно, она будет свернута, уже сокращена до 2 миллиардов. И через месяц-другой, друзья, будем активно обсуждать возможность повышения процентной ставки. Не забывайте, что цены на нефть смотрят вверх. Еще и параллельно со снижением курса доллара 1,20 мы должны, друзья, добить. И фондовый рынок S&P 500 4222 пункта. Я смело могу сказать, что фондовый рынок остается и находится сейчас на исторических максимумах. Не придирайтесь к словам, там буквально несколько пунктов до этого значения. Но почему фондовый рынок вырос, когда вышла плохая статистика по Non-Farm Perils? Все очень просто, друзья. Чем хуже данные, тем выше шансов на то, что американский регулятор не откажется от стимулирующей монетарной политики. И пока действует программа количественного смягчения, пока ставки остаются на низких уровнях, и NASDAQ, и S&P, и Dow Jones будут настремиться к новым максимумам. По S&P цель 4250-4300 пунктов. И тоже несколько месяцев мы будем на этих значениях. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!